Приветствую вас, Наталья. В первую очередь хочется сказать, что у вас довольно много, довольно сильных попытки понять интеллект. У вас чувствуется очень сильно такой отрыв от своих чувств, от своих желаний, от своих ощущений, собственно говоря, именно поэтому у вас есть проблемы. И это совершенно необязательно, совершенно необязательно, потому что у вас трудности какие-то со всем, да, вот, или с нами. Это разные школы, разные школы психологии, разные подходы к психотерапии, совершенно по-разному воспринимают и относятся к тому, о чем вы говорите. Именно поэтому мне кажется, что не очень хорошая идея, не очень хорошая точка, ну, не очень хорошая точка зрения, когда мы пытаемся подогнать под одну ребенку людей. Мне кажется, что этого не достоин ни один человек. Мне кажется, что гораздо лучше, гораздо эффективнее, гораздо гуманистичнее, на мой взгляд, смотреть, что именно происходит в человеке. Как происходит все, ну, как, как, как то или иное происходит с человеком, понимаете? И уже потом, уже потом, после этого уже можно будет о чем-то говорить тогда, только тогда, понимаете? Как, каково, эээээээээээээээээээээээээ, моё, моё на это, на это, все, на этот, счёт, понимаете? То есть я не думаю, что обязательно здесь у вас речь про внутренних ребёнков только потому, что вам об этом сказала сестра. Ну, может быть, с позиции, там, продактного анализа, например, может быть, это и так, но в моей парадиге и практике, как бы, помощь клиенту, значит, происходит через замечание, через осознавание, через, ну, более полное, как бы, чувствование себя, что ли, понимаете, а не такая история, что обязательно работать с внутренним ребёнком. Так что здесь, мне кажется, вы, конечно, немножко не в ту сторону ушли, а ушли вы в сторону рационализации, вот, как мне кажется, что, на мой взгляд, ну, не может быть чем-то хорошим для вас, потому что рационализация, вот, опять же, по моей, ну, по практике, да, вот, рационализация никому не помогала, вот, от слова совсем, понимаете, именно вот рационализация, да, не помогала никому, вот, поэтому тут вот так. Значит, если вы говорите, что, значит, есть у меня проблемы с участием, которые называют внутренний ребёнок, практически у каждого из нас есть проблемы с осознаванием того, что с нами происходит. По каким признакам? Вы не удовлетворяете какие-то сферы жизни, ваши, например, жизни, да, не являются, не складываются так, как вам хочется того. Вот и всё. Так это и определяется, что такие сложности есть. Если бы, если бы вас всё удовлетворяло, если бы вас, всё устраивало бы, если бы вам всё нравилось бы, если бы, ну, если бы вы, если бы вы были удовлетворены всем, да, это бы не было, ну, то вы бы не обратились, я думаю, к нам, знаете, какая штука. То есть, на самом деле, наверное, легко определить. Это определится очень легко, на самом деле. Это определится вот через неудовлетворенность. То есть, ну, если вы чувствуете, что вам, если вы ощущаете, точнее, что что-то не так, как вам хочется, если вы ощущаете, что что-то складывается, ну, не так, как вы хотели думать, что вот это оно, это оно, это оно самое, вот, это как раз речь о том, что у вас есть некоторые сложности. Меня это только смущает, вот это привязка к, ну, привязка к терминам, потому что, ну, не термин, а важнее, как-то. Важнее, это все-таки то, что с нами происходит, важнее то, что мы ощущаем, вот, важнее, то, как мы с этим обращаемся, вот, что, что важнее, что важно, знаете, вот, поэтому вот эта вот идея, о которой, ну, о которой вы говорите, в контексте, ну, в контексте того, что именно вот проблемы с ребенком, это меня беспокоит, потому что оно, а если не с ребенком, вот, понимаете, какая штука. Также я не склонен, не склонен все проблемы видеть в родителях. Я склонен думать, что каждый человек несет ответственность за себя сам. Я знаю, что некоторые психологические школы, а некоторые психотерапевты действуют именно вот в таком ключе, ключе того, что все проблемы оттуда, все проблемы связаны с родителями. И, ну, может быть, в какой-то степени они правы, очень много связано с родителями, это верно, но далеко не все. Я думаю, не думаю, что делать. И предлагаю вам не сводить себя, свою ценность к только родителям. Мне кажется, что человек сам по себе, он полнее, он полнее, многограннее, глубже, кого бы то ни было. Понимаете? Поэтому, вот, это то, что мне кажется, мне кажется, на что вам нужно обратить, внимание свое, как мне кажется, как мне кажется, в этом направлении вам нужно посмотреть. Вот так вот. Дальше. Что еще? Так. Наградные старые выяснили, что события и призывания в детстве не влияют, а эмоции влияют. Не нужно полностью путать эти вещи. Это разно. С одной дело, если мы, ну, грубо говоря, в основу берем за основу, точнее одно дело, если мы за основу берем просто какое-то событие и говорим, что вот оно, это событие, и оно, это событие очень важно. И совсем другое дело, если мы говорим об эмоциях, которые осталось, о боли, которые осталось, о переживаниях, которые осталось, это не обязательно, не обязательно привязано к событиям. Дальше. Во многом обновлял решение, пропущение желания. Да, моя жизнь и сокладка в разводе по городу, надеялась на очень хорошее отношение с бывшим супругом. Смотрите, дело не в том, что вы развились. Развод это действительно может быть и нормально. Важно, в каком-то контексте это протекало. Вот. Одно дело, если вы поняли, что не ваш человек почти дальше встретили другого. Другое дело, если это какая-то системная проблема, с которой вы сталкиваетесь. Системный конфликт. Понимал, детьми, загнула, мужчины нет, но пока я не ставила такой цели. А, может быть, не ставили, а может быть, не хотите отношений. Может быть, боитесь отношений. В финансовом не все гладко. Как хотелось бы, но уверенно, надо находить волну и решать задачи. Это правда. Но если у вас есть некая внутренняя проблематика, то задачи вы не решите. Но моя родная младшая сестра не первый год говорит, что необходимо решить проблему с недовременком, туда и жизнь заиграет новыми красками. Ну, я бы сказал следующее. Я всегда очень осторожно отношусь, когда родственники начинают пытаться, ну, пытаться лечить, пытаться как-то, знаете, склонить на сторону психотерапии, которая помогла им. Ведь здесь есть важный момент, связанный с тем, что не всем людям подходит эта позиция, понимаете? Не всем людям нравится эта позиция, не всех людей устраивает эта позиция, понимаете? То есть, ну, как бы, не всем по душе это кому-то не подходит. Например, вы считаете, что нам концепция внутреннего ребенка не очень близка, и вы правы, потому что она действительно может быть не близка. Поэтому здесь я отношусь со скепцией. Человек может идти свой путь, с прекрасной, но, как бы, принадлежит другого идти его же путем. Это странно. У нас, сама, короче, у нее была острая проблема. Она все детство искала его внимание, чего не получала, как она проводилась на терраспсихолога. Это породило проблемы будущих отношений с мужчинами. Это правда. Такое бывает. Но, опять же, не отец здесь ключевая фигура, а сам человек с его переживанием переживал. Ответ у нас, получается, один, а вот мое восприятие отца иного. Мне периодически расставалось. От него был достаточно строгим главой семьи. И из-за этого вы можете, например, бояться или избегать, или обесценивать, считать ненужной, уязвимость, слабость, мягкость. Дальше. В отличие от своей сестры встречи с ним не искал. Да, но это ни о чем не говорит. То, что вы не искали, это ни о чем не говорит. Мне было в радости остаться лучше мимо его внимания. Это говорит об избегании, все-таки всего. Тем не менее, моя сестра считала меня любимейся отца, так как минимум, и периодически ей ставили меня в примет. И вот это вот. Груз ответственности. Такой не мог пройти для вас бесследно. Я изучал и воображал ребенка, но не глубоко. Не имеет смысла это делать, если вы не специалист. Я вообще не рекомендую людям, не изучающим психологию как специальность, изучать какие-либо вопросы. С проблемами лучше приходить, так сказать, в контексте простых слов. А термины лишь путают и отдаляют человека от понимания самого себя. Дальше. Пытался остановить связь с ним, как-то не давался видеть, вспомнить. Мне уже понятно, о чем вы имеете в виду. Что вы имеете в виду, внутренний ребенок, как именно вы пытались остановить связь, как это можно делать в одиночку, да? Как бы без специалиста. Честно говоря, для меня загадка. Вот. Недаром психолог нужен. Это как приватник, как сталкер, как помощник. Вот. Все опять же, потому что нужно отыскать свои внутренние проблемы и обиды работать с ними. Это нормально. Есть такой механизм в защите, называется вытеснение. Когда все неприятные и в сознании выбираются. Другой вопрос. У вас не обязательно может быть вытеснение. У вас может и не быть, в принципе, вытеснение. Но, может быть, есть что-то друг, что-то другое. Ладно? Повторюсь. Важно не слушать сестру, которая может быть права в том, что говорит. А может быть и не права в том, что говорит. Это то, что справедливо для нее, не справедливо для вас. Единого способа, универсального способа решения человеческих проблем не существует. И, как бы, вот, заброс на конкретную проблему, да, тоже, по моему опыту, человеку помогает, ну, по стольку, по скольку. Гораздо лучший запрос просто на изучение и исследование себя. Это гораздо лучший способ. Так, возможно ли память моя специальность скрыла? Да. Возможно, но совершенно не обязательно. Можно ли вообще искать, возможно, и не обрадоваться. Психотерапия вообще не та история, которая радует. Психотерапия, это та история, которая делает жизнь человека сложнее. Вот. Но вместе с тем и более насыщенный, более живой. Поэтому, если говорить о том, что стоит, не стоит, то я рекомендую вам обратиться к специалистам разных школ. Это психоанализ, это гисталтерапия, это когнитивно-поведенческая терапия, например, это клиент-центрированная терапия, это, ну, допустим, арт-терапия, да? Вот. И вот несколько сессий по каждому из направлений провести и посмотреть, как вам, как будут ощущения. Потому что каждый специалист в своей школе работает по-разному. Мы указываем специалиста, в рамках своей школы есть ещё и свой стиль. Поэтому, ну, иногда просто посмотреть. И вполне вероятно, что от какого-то метода, от какого-то стиля, от какого-то подхода вы почувствуете, что вроде бы помогает, но даётся тяжело. Тут и же вам решат, на самом деле. Но вы не обрадуетесь. И люди вокруг вас не обрадуются тому, что вы занимаетесь собой. Это сложности зачастую. Но они проходят и дальше человеку, как правило, становится хорошо. Вот. Поэтому заставлять вас никто не будет заниматься психотерапией. У меня такое ощущение, что вы пытаетесь убедить себя, что проблем у вас нет. Вот. Ну, может быть, это и правда. Но раз вот в любом случае есть травма, то, что у вас происходило с отцом, тоже гармонии вам не добавляют. Вот. То, что вы, по моему мнению, идёте в интеллект, уходите в интеллект, тоже гармонии не добавляют. По моему мнению, у вас недостаточно развитые чувства, эмоции и так далее. Что вы склонны убегать за гармонт, а рационализировать это негармонично. Вот. Я бы это поправил. Как, что, от чего. Не на причины ориентироваться, а на то, что происходит с вами сейчас. Я понимаю. Вот условно вы говорите, что у меня нет нового мужчины и цели нет. Так, мужчины не должны быть цели, мать. Ну, люди, это не цели, мать. С людьми всё очень неопределённо, спонтанно. И в этом их прелесть, понимаете. А так, что, ну, я поставил цель и добился цели. Поставил цель мужчину нового встретила. Поставил цель замуж выйти, вышел замуж. Ну, как это вот, согласитесь, это регламентация, да. Но контроль, контроль сверхмеры это всегда приводит к изоляции и к искусственности. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот первое, на что бы я обратил внимание, да, это отказ от всех терминов, которые вы используете. И, как бы, ну, обращайте внимание на то, чтобы говорить именно своими словами. Только своими словами. И всё. Вот. Это ладно. С этого я бы начал. А дальше уже посмотрите, что и как. В этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok